Всем привет, мои хорошие! Давно мы с вами не виделись. И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусное, на мой взгляд, блюдо. Луковый французский пирог. Для приготовления нам потребуется около 400 граммов лука. Причём я взяла как репчатый, так и стручковой лук. 150 миллилитров молока. Одно яйцо. Перец. Это нам потребуется для начинки. Для теста, мы будем делать песочное тесто, нам потребуется 200 граммов муки, 150-100 граммов сливочного масла, соль, 2 желтка. Одно я уже вылила желток, второе вот сейчас вылим. И вода. Сейчас мы с вами будем готовить песочное тесто. Для этого я возьму кастрюлю. И сейчас я возьму желток. Отделю его от белка. Для этого я возьму ломкость, в которую буду выливать только белок, и желток буду оставлять. Вот, смотрите. Так, вот остался один у меня здесь желток, а здесь остался белок. Немножечко, немножечко, немножечко процедим, потому что там перемешался с желтком. Это ситечко, поэтому сейчас сюда должно вылиться все беленькое. Если у вас, как у меня, не получилось сразу же отделить, то вот в ситечке, получается, выделяется только белок. Смотрите. Показываю, здесь получился только желток, а здесь появился только белок. Так, теперь берем, делаем песочное тесто. Соединяем, соединяем желток с мукой, солим, добавляем сюда масло. Так, берем масло. Потому что у меня это спред, он желтый, имеет оттенок, а внутри получается белый, вот когда счистишь его. А мне не надо, чтобы там был жир лишний. Так, это берем вот такими кусочками мелкими. Врезаю в чашку. И потихоньку, потихоньку, я начинаю перемешивать. Вода нам будет нужна, когда тесто более-менее уже перемешано, чтобы оно быстрее стало мягким и получилось. Можете помогать пальцами, для того, чтобы было быстрее появлялось у вас тесто. Вот так можно сильно-сильно разминать его пальцами. Сейчас. Я еще давно, когда мы с мамой готовили песочное тесто, еще в детстве, я помню, мы делали хворост. Она замешивала тоже пирико и еще сильно солила, чтобы оно было, знаете, с таким соленым вкусом. Вот я почему долго старалась солить, потому что я считаю, что, в принципе, соль, она должна быть. Понимаете? Друзья, как вы думаете, почему я замешиваю в чашке? Ну, потому что, на самом деле, чтобы, во-первых, не пачкать лишнюю посуду, потому что сейчас будет ее много грязно. В результате, ну, или смысл. Так, сейчас у меня получилось сейчас тесто, и я его сейчас залью водой. Мы берем из крана. Здесь, вот в этой бутылке, нам нужно половину бутылки налить. И чуть-чуть. Сейчас сначала, если этого будет достаточного количества, вообще полбутылки надо залить. 250 миллилитров. И потом это тесто будет стоять в холодильнике. Сейчас мы будем с вами готовить начинку для французского лукового пирога. Нам потребуется 400 граммов лука, двух видов, репчатого лука и зеленого лука. 2 граммов 150. 150 миллилитров сливок или молока. Одно яйцо. Соль. И черный перец. Сейчас мы с вами будем делать начинку. Сначала я порублю лук, потом обжарю его в масле, посолю и дальше добавлю туда немножечко яйца. Сольцо нам потребуется также для заливки сверху теста, для того, чтобы оно было с румяной корочкой. Итак, давайте будем резать лук. Пока у меня раздобревается сковорода, я ее отставлю чуть-чуть, потому что еще не готова начинка, мы с вами будем резать мелко лук. Ну, все люди разные, кто-то любит кольцами лук резать. Я люблю такими маленькими, аккуратненькими кубиками. Вот, а потом я этот лук соединю с зеленым луком. Если у вас нет зеленого лука, ничего страшного, можно взять любой лук, даже лук порей, потому что во Франции этот лук считается самым популярным луком. Но он достаточно дорогой, поэтому я сюда его не добавляю, так как это стандартное такое блюдо, простое. Главное, мне сейчас его порезать и не проследиться, друзья, потому что я пока еще держусь, потому что я это делаю быстро. Ножик у меня намочен был холодной водой, но все равно в процессе затечения уже скоро должен пойти. Поэтому, что у меня там вот так. Так, мы порезали лук. Сковорода. Она у меня уже горячая. Наливаем чуть-чуть сливочного масла. Или растительного. Кому как нравится. Я растительное добавлю. Собавляем сюда даже для жарки лук. Смотрите. Это у меня будет сейчас жариться. Так, теперь будем с вами резать зеленый лук. Посмотрите. Порежем максимально мелко, для того, чтобы он выглядел красиво в пироге. Когда вы перемешаете, его можно не обжаривать зеленый лук. Но кто хочет, может это сделать. Так, у меня уже порезан зеленый лук. Я немножечко сдвину, с вашего позволения. И добавлю сюда же для обжарки. Для того, чтобы у меня быстрее все пожарилось, накладываю ее. Пусть тушится минут 15. Сейчас мы будем с вами готовить заправку. Для лука потребуется заправка. 150 миллилитров молока. Пол чайной ложки перца. Одно яйцо. Если вы помните, у нас остался белок. Поэтому мы его сейчас тоже используем. Туда же. И одна чайная ложка соли. Итак, добавляем все вот сюда. Смиряем. И посмотрите, вот. Я здесь все смешивала. Яйцо. Еще раз. Одна чайная ложка перца. Половина чайной ложки перца. Одна чайная ложка соли. И сливок 150 грамм. Это нужно для того, чтобы залить уже поджаренный немножко лук. И смотрим, что у нас тут с луком происходит. Лук пока еще только взялся. 15 минут. Не нужно, чтобы он пожарился. Давайте ставим луком. Друзья, пока у меня тесто замораживается немножечко в холодильнике, даже в морозилку. Я его поставила для того, чтобы оно на 15 минут быстрее охладилось и стало более жестким. Для того, чтобы его можно было раскатать. Я сделала заливку для лука. И сейчас я ее залью. Для этого нужно взять сначала перевернуть лук. Посмотрите. Лук у меня уже в таком немножко припаренном виде. Приобрел уже корочку. Я его сейчас перемешаю. Зеленый вот начал уже подгорать. Поэтому нужно добавить сюда масло. Ни в коем случае не надо было допускать. Огонь нужно сразу же убавить. До четверки. И для скидки добавить растительного масла. Вот этой вот смесью. С соусом. Фактически это ингредиенты, как луковый омлет будет. Но нам нужно сделать так, чтобы эта начинка выпарилась. Чтобы здесь омлет не произошло, чтобы он не затвердел. Тоже смотрите. Потому что это же яйца. Они будут сейчас затвердевать. Поэтому мы не накрываем. Просто перемешиваем. И даем возможность выпариться в сливках. Для молока. Что у нас здесь есть. Иначе жидкая начинка будет слишком мокрой в пироге. Что тоже нежелательно. Ну и совсем сухая тоже невкусная. То есть нужно соблюсти баланс. Так вот. Пусть это стоит. Тем временем мы будем сейчас готовить тесто. Значит, сначала я смажу две формы маслом. Пока у меня еще тесто есть постоит. Не будем спешить. Значит, возьмем кусочек масла. Сюда. Две силиконовые формы. Знаете, друзья. Я для себя открыла вот эту силиконовую форму. Мне не очень нравится. Выпекается. Ничего не прилипает. При опироге. Я готовила здесь шарлотку уже несколько раз. И знаете, очень хорошо получается. Мне нравится. У меня форма нестандартного такого объема. Поэтому я вынуждена промазывать каждый вот этот карманшек. Потом напишите в комментариях, как удалось вам испечь по этому рецепту или нет. Достаточно промазан. Даже масло немножко здесь с избытком получилось. Ну, ничего его можно вот на бортики намазать еще. Все. Я пошла за тесто. Вот мое тесто. Оно уже получилось достаточно твердым. Буквально оно в морозилке при минус 18 постояло 15 минут. Лук у меня уже получился. Смотрите. Выкипело все содержимое. И, ну, вода, конечно, еще есть, но уже меньше. Поэтому мы его пока отставим в сторону. И будем заниматься тестом. Значит, как раскатываем. Сыпем на доску муку, чтобы не прилипло тесто. Разделяем пополам. Ну, даже две формы. И делаем, значит, шарик такой. Потом берем. Не переживайте, что у вас такой маленький, да, из 200 грамм шарик. Потому что тесто должно быть очень тонким. Мы же с вами делаем тесто такое. Ну, естественно, вы знаете, что нужно раскатывать тесто в центр. Так. Получается вот такой тонкий. Нет, посмотрите. Блин. Тесто. Надо еще раскатать его с счетом того, что нужно будет потом края эти загнуть. Поэтому, друзья, виртуальность раскатки влияет на то, завернулся ли края. Хватит ли теста или на форму внутрь. Так. Оно, естественно, порвалось, потому что оно слишком большое. Блин, большое и тонкое. Мы берем начинку и выкладываем ее внутрь раскатанного теста. Таким образом, чтобы у нас хватило на два пирога. Вызрали, потому что хотели, чтобы у вас здесь хватило на два пирога. Но у меня лука здесь грамм 400. Вот. Смотрите, получилось тесто. Я хочу сделать открытый луковый пирог. Поэтому я делаю второй такой же. Смотрите. И кладу вот сюда, внутрь. Там, где лишнее тесто моего, отрываем. Там, где не хватает, наоборот, сейчас прилипим. Раскатаем. Такую заплату. И вот здесь вот не хватает. Мы прилипим. Так. Получилось у нас вот такое вот тесто. Смотрите. И мы сюда кладем, когда мы сейчас начинку. Без воды. Раскат. вставим на 10 убавляем на 180 иначе сгорит и ждем пока не покроется пирог корочкой все но в это пирог получился вот такое вот хрустящее песочное тесто чисто кстати очень вкусно мы сейчас будем пробовать